приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами мы вышьем опять небольшую миниатюру и для этого мы будем вышивать ее на габардини габардин можете взять любого цвета у меня зеленого цвета и для начала нам понадобится сами карандаш для того чтобы обозначить примерно где у вас будут располагаться ваши цветочки но это в принципе не обязательно если у вас хороший глазомер вы можете в принципе сделать это все на глаз смотрите для этого видео понадобится нам очень много узеньких ленточек они у меня 0 6 сантиметр шириной разного цвета два оттенка зеленого и розовый такой светло-голубой и желтый возьмем с вами иголку для вышивки лентами начнем с вами с цветочков берете цвет ленты которые вы выбрали для ваших цветов закрепляете вот таким вот образом чтобы иголка чтобы лента наша не выскочила из иголки и делаем с вами пяти лепестковые цветы оставляем хвостик на изнаночной стороне примерно сантиметр здесь мы с вами воткнем иголочку рядышком совсем и я заодно проколю сзади ленту чтобы ее дополнительно закрепить и мы с вами так пальчиком придерживаем мы с вами делаем первый лепесток длину определяете сами какую хотите то есть на глаз примерно если вам трудно на глаз определить то воспользуйтесь линейкой делаем и таких пять лепестков то есть опять ленту выправили повернули на лицевую сторону опять несколько миллиметров отпустили я обычно так вот на пальчик укладываю и так она ровно ложится второй и сейчас еще сделаем три таких лепестка я сделал сразу два цветочка ленту мы с вами отрезаем если вам мешает этот край можете сразу его обработать припаять его к работе чтобы нам с вами не мешал теперь мы с вами выполним серединке наших нет давайте мы сначала сделаем с вами серединке давайте мы сначала сделаем с вами синенькие тычинки мы с вами берем синее мулине я его беру полностью как она идет не разделяя его на ниточки смотрите мы сами вставляем центр и мы сделаем с вами просто вот такие вот протяжки заодно мы с вами закрепим ленту мы с вами уложим в том направлении в котором нам нужно и сделаем вот такие вот как получается это части цветка или тычинки как хотите чтобы это было но это вот такие вот части наших цветов ведь очень удобно мы как бы с вами укладываем дополнительно ленту куда нам с вами нужно если вдруг она у нас с вами легла не в том направлении куда надо и заодно с вами их закрепляем вторым цветком мы сделаем с вами то же самое поэтому нитку я не буду отрезать я пока закреплю ее здесь и при помощи желтой ленты тоже 0 6 сантиметр мы сделаем с вами ему серединку вставляем с вами в центр оставляем здесь также хвостик и на один или два оборота мы с вами сделаем французский узелок можно сделать это не лента это можно сделать бусины то есть мы с вами получили вот такой вот цветок второму сейчас делаем с вами тоже самое ленту мы отрежем с вами мулине в принципе не отрезайте потому что мы с вами будем им продолжать как мы сделали сами второй наш цветочек мы ленты с вами желтые отрезали мулине мы с вами тоже закрепили теперь нам надо с вами сделать вот такие вот маленькие веточки вот здесь и вот здесь делаем ее стебельчатым швом делать это можно мулине либо ирисом либо есть шелковые такие нитки то есть здесь на выбор чем вы хотите тем вы делаете что у вас есть есть простые нитки значит возьмите их несколько сложений и сделайте простыми нитками и сейчас еще сделаем с одной и с другой стороны таким стебельчатым швом иголочку можно взять потоньше у меня что тут под руками не оказалось поэтому обычной иголкой для вышивки лентами я вот сделаю такие вот я сейчас закреплю сделала со второй стороны после того как вы сделали веточки мы с вами переходим к зеленым листьям все равно буду каком здесь у меня в двух цветах вы можете сделать одним цветом все равно как их будете располагать здесь уже полет вашей фантазии делаем мы с вами их ленточным стежком можете сначала сделать немного потом добавить как я вот обычно меня получил сначала немножко листиков потом мне показалось что их мало и я добавила еще то есть обычным ленточным стежком в разных местах двумя видами ленты я выполняю листья для наших для наших цветов то есть это совершенно разные могут быть можете взять потолще ленточку но поскольку у нас такая с вами тоненькая в миниатюре то все-таки лучше наверное чтобы это была тонкая лента чтобы не перегружать наши цветы мы сами ленточными стежками да будем это выполнять если вы делаете работу более крупную ну значит возьмите ленту более толстую можно взять 1 и 2 сантиметра шириной цветы можно сделать соответственно из более широкой ленты поскольку у нас с вами маленькая работа то мы с вами будем делать ее тонкими лентами если у вас большое расстояние от одного места до другого то лучше отрезайте ленту и не делайте больших протяжек потому что это вот перегружать у нас с вами изнанку лучше отрезать и начать другом месте ленту закрепить конечно же обязательно как и всегда мы сами во всей работе с нашими лентами и сейчас я добавлю еще немножко лент листьев другого цвета более светлой ленты можно воспользоваться еще капроновой ленты то есть после того как вы выполнили все наши листики нам осталось сами сделать вот такие вот розовенькие цветочки они выполняются французским узелком вы их тоже дополняй выполняйте в любом как сказать вместе не обязательно стопроцентный повтор то есть всегда оставляйте волю в вашей голове фантазии и обычно первым узелком таким я обычно всегда закрепляю ленту чтобы она была дополнительно сдержалась и на один оборот мы с вами будем делать французский узелок много много в разных местах ничего сложного здесь нет можете сделать разных цветов такие цветочки они очень хорошо всегда дополняют композиции такие веточки потому что они так они оживляют композиции поэтому добавляйте их смело в любые ваши композиции и у вас будет все очень красиво и сюда еще одну и сейчас мы с вами в разных местах соответственно от этой картинке своей предыдущей я добавлю узелки если большие протяжки повторюсь еще раз обязательно ленту отрезайте не делайте сзади крупных протяжек пусть они у вас все таки изнанка не перегружается то есть если видите что вас места много вам тянуть то лучше ленту отрезать и означать снова место и я вернусь к вам когда закончу свою вышивку вы закончили делать все наши розовенькие цветочки сзади краешки ленты мы подрезаем и обязательно все обрабатываем зажигалкой если что-то где-то не недообработали обязательно чтоб все краешки лент у нас были с вами обработаны если вам мешает пяльцы снимите пяльца и сделайте это без пяльц чтобы обязательно обязательно чтобы все краешки ленты у нас с вами были обработаны потому что вы испортите весь свой труд если не обработаете все края ленты получили мы с вами вот такие вот две замечательные композиции они весенние очень радостные и если вы впервые на моем канале подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы подписывайтесь на меня в фейсбуке вконтакте буду радовать видео следующих своих видео всем удачи всем пока